Мы научились писать простые программы на баш, а сегодня изучим несколько управляющих конструкций этого языка программирования, чтобы сделать нашу программу менее прямолинейной. Начнем мы с светлением. Те программы, которые мы писали, выполнялись прямолинейно, то есть выполнялась первая инструкция, затем вторая, третья и так далее. И мы проходили все инструкции от первой до последней. На этом пути нельзя было никуда свернуть или пропустить что-то. Иногда нужно в случае каких-то условий выполнить некоторые действия, а если этих условий нет, то действия не выполнять. Например, если у нас файл существует, то его создавать не нужно, а если файла нет, то нужно его создать, а дальше продолжить программу в любом случае одинаково. Для ветвления в языке баш используется конструкция if в двойных квадратных скобках условия, которые мы проверяем, then действия или несколько действий, которые выполнятся только если условия, которые мы проверяли, истинно. И в конце фи, которая покажет, что конструкция закончилась, и все инструкции дальше надо выполнять снова прямолинейно. Условия могут быть разные. Например, при помощи флажка "-z", можно проверить, является ли строка пустой. В качестве строки может выступать как переменная содержащая строку, так и строка константа, то есть, например, в двойных кавычках. Аналогичный "-n", можно проверить, является ли строка не пустой. Можно сравнить две строки при помощи равно-равно или не равно. При этом в качестве каждой строк может выступать как переменная, так и строка константа. Например, в первом ифе мы проверяем, является ли первым аргументом пустым. Если да, то мы напечатаем сообщение на экран. Если нет, то мы ничего не напечатаем. Во втором примере мы сравниваем две переменные. Если записаны в них строки абсолютно эквивалентны, то мы выберем сообщение «Переменные равны». Условия можно проверять не только строки, но и числа. Для этого используются флажки –ig, equal, –ne, not equal, –less than, less than or equal to, great than, great than or equal to. Если мы имеем дело со строками, то можно использовать специальное обозначение равно-равно, не равно, меньше-больше. Строки сравниваются в лексикографическом порядке. Можно проверить пути на то, существует ли этот путь. При помощи –f или –d можно проверить, является ли это файлом или директорией. При помощи –s проверить, что размер файла больше нуля. Например, при помощи –x проверить, что файл исполняемый. Кроме того, несколько условий можно объединить при помощи специальных логических операторов. Первый из операторов, оставительный знак, не объединяет никакие условия, он просто меняет значение указанного после него условия. Например, чтобы проверить, что размер файла равен нулю, можно указать составительный знак –s и путь. Логическое i объединяет два условия, и все в целом будет верно только тогда, когда обе составляющие верны. Например, если мы проверим –f путь and –d путь, тогда выполнятся условия только если файл является и файлом, и директорией. Но поскольку это невозможно, то это всегда будет ложно. Если же мы объединим эти два условия через или, то условие будет верно, когда одна из составляющих верна. То есть в этом случае будет верно, если у нас указанный путь является или файлом, или директорией. Давайте рассмотрим следующую программу. Сначала у нее прямолинейно, в любом случае выполнится команда echo-high. Далее начинается ветление. Мы проверяем, что количество аргументов меньше двух, строго меньше двух. Если она действительно меньше двух, то выведет сообщение – you should specify at least two arguments. И далее команда exit. Мы, в принципе, с ней уже знакомы. Она просто завершит наш скрипт и закроет оболочку. Если же мы прошли первую проверку, то начинается вторая. Мы проверяем, существует ли путь $1. И добавляем сюда выставительный знак. Это значит, что если этого пути не существует. Далее используется конструкция или. И мы проверяем, что $1, то есть первый аргумент, является именно файлом. Опять добавляется выставительный знак. Итого, вся эта проверка проверяет, правда ли, что файла не существует или что это не файл. Если это истина, то мы зайдем сюда и напишем об этом пользователю. Наконец, если вторая проверка прошла успешно, то мы скопируем файл из первого аргумента в путь, указанный вторым аргументом. И напишем echo copied, что мы скопировали и куда скопировали. Давайте попробуем запустить этот скрипт. Сейчас у меня нет никаких файлов, поэтому я пробую просто запустить его и передать ему файл .txt. Проверка первая уже не прошла, потому что мы указали всего один аргумент. Давайте попробуем указать два. Теперь первая проверка прошла, но мы видим сообщение о следующей проверке, потому что файла .txt не существует. Давайте попробуем создать директорию и передать в качестве первого аргумента именно ее. Опять проверка не прошла, потому что файл .dir существует, но это не файл. Ну и наконец, если я создам все-таки файл и попробую запустить наш скрипт с копированием, все успешно пройдет. И можно убедиться, что появился файл 2.txt.